Я бы хотел вернуться сегодня к той самой своей уже, скажем так, старой мысли относительно устройства нашего мира в ультракороткую историю. И главный фактор в данном моем выступлении, он касается тех самых людей, которые сегодня по каким-то причинам пропадают вокруг нас. Я не беру криминальный аспект. В данном случае я говорю не о криминальных смертях и не о похищениях людей криминальными элементами. Нет. Я не говорю даже о трансплантологах ни о ком. Это совершенно другая песня. Я говорю о тех больших количествах, о которых сообщает всегда пресса. Посмотрите, если кому интересно, вы увидите, что в Америке, в Германии, в России, в разных совершенно странах, но по одному шаблону пропадает огромное количество людей в год. Я как-то считал, у меня получилось там за несколько последних лет, ну вот, допустим, 10-20 лет, которые прошли в последнее время, что пропало несколько миллионов человек. То есть это, грубо говоря, нормальная прибалтийская страна или даже какая-нибудь европейская страна. И самое интересное, что меня всегда удивляет, вот пропали-то они пропали, я понимаю, это может быть какое-то горе, может быть еще что-то. Но самое интересное, что меня удивляет, никто о них не беспокоится, никто их не ищет, нет никаких вот этих походов к каким-то генеральным прокурорам, куда-нибудь еще, каких-то родственников, которые бы заботились или попытались бы найти этих исчезнувших. Вот это меня больше всего удивляет. То есть человек пропал, и знаете, и в окружении все вообще как бы выключились в отношении него. Когда это один, это понятно. Когда это один, как говорится, десяток или может быть одна сотня, ну как-то можно понять. Вот такие черствые люди, не хотят заботиться об этих, не переживают вообще. Понятно. Мне вот, допустим, следователь так и ответил, когда я ему сказал, а что пять тысяч детей, которые пропали в двадцатом или в девятнадцатом году, я сейчас не помню, в России это мало, он говорит, да, это вообще ничего. Ну, то есть вот для него это ничего. Для меня, я как представлю это количество реальных детей, я, например, не могу внутри себя переварить. Это оно не переваривается просто. Я не могу вот так крыльями помахать. Ну, вот, а он смог. И к чему я вам все это сказал? Дело в том, что должно быть, раз такое явление не существует, и оно вот в СМИ каким-то образом всегда высвечивается, ну, нельзя сказать, что это вранье, потому что в этом, в этих публикациях замешаны и участвует большое количество, в том числе официальных СМИ, и данные иногда поступают, вот я на который, например, опираюсь из нашего Росстата. То есть, если уж Росстат там подделка какой-то занимается, во что я никогда не поверю, потому что это все-таки государственная служба, и она вряд ли этими делами будет заниматься, потому что тогда нужен какой-то заказчик, который мог бы это, ну, как бы использовать для собственной какой-то выгоды. В этом я вообще уже даже не верю. И вот давайте попробуем разобраться, кто же тогда может выработать хоть какую-то такую, знаете, конструкцию, которая, может быть, как-то это все объяснила. Допустим, такое явление есть, мы с вами его наблюдаем, там проверили, вот попытаемся теперь найти какой-то ответ. Когда я работал над своей книгой «Явление Земли», и вот сейчас я работаю над книгами, фантастическими романами, я пришел к одной интересной такой задачи и к ее решению. Эта задача действительно интересна. Я вам ее пунктиром так расскажу, потому что долго занимать ваше время я не хочу, и много описывать все равно, этого будет мало, лучше вы потом почитайте в одной из моих книг, и там будет достаточно всего изложено, и вы сможете потратить любое количество времени на этот вопрос, которое вас устроит это время. Так вот, пунктирно, без доказательств. Дело в том, что наша Земля является таким объектом, который создан душами людей и всех остальных, одухотворенных, одушевных, жителей нашей планеты. Планета в кавычках, естественно. То есть мы, получается, такие люди, как пчелки, которые строим свои соты сами из своих вот этих самых, ну не знаю, вот этих жевал, или как там они у них называются. Вот что такое Земля. Чем нас больше, тем Земля больше, чем мы более активны, тем Земля более активно прогрессирует, цветет, пахнет и все такое прочее развивается. Для этого и существует наша игра. В этой игре мы должны, как души, развиваться таким образом, чтобы создавать себе определенные какие-то выгодные моменты, достигать каких-то уровней. Телесный уровень один из уровней, ну а другие уровни там, это другие уровни. Самое главное, чтобы понять, что в этой игре именно ключевое, так вот самое главное, это то, что вся материя, которая вокруг нас формируется материальным образом, в основе нее стоят программные решения, алгоритмы. Эти алгоритмы формирует человек, посылает их туда, скажем, в эфир, куда-то кверху, ну считаем там к Богу какому-то условному, поддерживая эти алгоритмы, накачивая своей собственной энергией. Я уже как-то говорил, 250 ватт на одного человека, миллиард человек, 250 миллиардов ватт. Это много на самом деле. Так вот, чем больше мы это все накачиваем, тем быстрее и мощнее является проявление нашего желания. Если мы пожелали Божью коровку и послали туда 10 миллиардов своих ватт, то эта коровка может произойти, как, знаете, в таком, каком-то таком синтетическом, синтезаторном каком-то устройстве, которые, вот, например, я по музыке вам сравню, что в синтезаторе внутри действительно там нет никаких отверстий, чтобы посвистеть в них, там нет никаких струн. Но мы из этого синтезатора электрическим путем получаем любые звуки любых оркестров, любых отдельных инструментов. Вот у нас Земля устроена точно так же. Если мы хотим звук получить какой-нибудь флейты или скрипки, мы отправляем свой алгоритм туда, куда-то вверх, в эту коморку, где сидят эти дельцы, которые все это изготавливают, и они нам, как синтезаторы, изготавливают то, что мы у них запросили. Так вот, что интересно, когда мы развиваемся, мы формируем своим запросом, в том числе и людей, как материальные объекты, а также все или многие из земных параметров, которые вокруг нас с вами обитают. Вы, наверное, знаете, что не в такие далекие уж времена, там сотню-две сотни лет тому назад, половины материков на Земле вообще не было, то есть мы о них не знали, и от них не прилетали никакие весточки. А сейчас, смотрите, вся Земля завалена, скоро пройти нигде уже не останется. Почему? Да везде Земля, везде материки. Нам только говорят, что самое большое у нас это океан, а пройти-то уже, знаете, и некуда. Все эти беженцы толпятся, как правило, на одних и тех же путях, почему-то не идут туда, где свободно. Так вот, ситуация вот в чем. Все эти материальные люди, которыми мы являемся, они привязаны к началу нашей игры. Начало нашей игры – это 1492 год, это как раз начало мира. Дата сотворения мира, которая всегда была, и на колокольне Ивана Великого в Москве, в Кремле, именно она указана в качестве отправной, никакая другая. Потом, в 20 веке, в его начале, христиане придумали себе новый счет. Они посчитали жизни своих литературных персонажей, и эти литературные персонажи дали им другую цифру – 5508 год до нашей эры. То есть, они прибавили 7000 лет к нашему генератору вот этих самых мыслей и нашей материи. И получилось так, что Земля, как главный генератор этих всех тел, она возымела себе откуда-то эту программу, она к ней пришла, эта программа, что, мол, эй, Земля, ты забыла еще какое-то количество людей сделать, материализовать. Вот мы посылаем тебе запрос. А потом еще научные все вот эти ученые, они сделали свой запрос на миллион лет, мол, вот там мы произошли от какой-то обезьяны. И Земля, в соответствии с обеими запросами, начала производить соответствующих людей, они даже по внешнему виду, совсем другие, не буду разжевывать эту ситуацию. Но самое главное, что под этих людей, в тех запросах содержалась такая информация, Земля организовала еще и материки. Это так называемая, ну, скажем так, с обратной связью игра, когда вы не только можете играть вот во что-то там, в кубики какие-нибудь, или в какие-то конструкторы, но можете еще их и изменять, эти конструкторы, добавлять. Например, сходить в магазин, купить еще коробочку или выкидывать лишние. Вот так же абсолютно на Земле все происходит. По нашему с вами запросу энергетически, потому что мы же с вами завязаны только на энергетику. Вы посмотрите, проанализируйте, любую материальную вещь, которая находится у нас здесь, в нашем мире, она завязана только на энергетику, ни на что более другое. И вот в этом смысле мы являемся заказчиками энергетическими. Что мы задумаем, то и появится. Вспомните, когда в сказке Александра Пушкина о царе Салтане, вот он захотел себе остров Буян, произнес это вслух, крышку открывает своей бочкой, остров Буян перед ним стоит. Вот вся материализация вот именно такая. Когда мы читаем книгу бытия Библии, мы читаем там и сказал, и стало так. Все это, все это происходит именно таким образом. Нет больше никаких других. Не существует таких каких-то условных богов, к которым мы бы обращались. Знаешь, там бог Петя, я вот тебя прошу, сделай вот там то-то, то-то. Нет, все делается очень просто. Ты подходишь к действительно, допустим, столеру Пете и говоришь ему, сделай мне табурет. И столер Петя делает тебе табурет, предварительно получив от тебя все алгоритмы, или от кого-то другого, например, от обучающего его столярному делу, все алгоритмы на изготовление этой табуретки. И табуретка таким образом материализуется. Так вот, вот эти люди, которых Земля нарожала, так скажем, ошибочным путем, которые были выпрошены у них для увеличения нашей популяции на Земле, они после того, как происходит проверка, уничтожаются как ошибочные варианты. И когда мы недосчитываемся каких-то людей миллионами, это как раз и говорит о том, что состоялась их дематериализация. Земля, как принтер, обнаружила то, что она сделала какие-то копии, которые не соответствуют задаче и программе, и она просто их уничтожает, убирает. А мы с вами, знаете, как-то думаем, вроде вчера было столько людей, а сегодня меньше. Какие конкретно, где, куда пропали? У нас даже памяти не остается об этом процессе.